Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Жильцы дома на видовой переедут в новые квартиры. Кто и куда, стало известно на встрече с представителями мэрии. Сочи готов поддержать инновации. Мэр курорта поздравил научное сообщество города с Днем российской науки. Пробежать в противогазе, перетянуть канат и собрать радио. В Адлере прошли соревнования среди допризывников юный защитник. В Сочи появилось древо познания. Выставка сегодня открылась в художественном музее. Сочи из-за ливней смыла часть дороги к селу Верхняя Пластунка. Администрация города сообщила, что специалисты провели мониторинг и установили ограждение в радиусе двух метров от обвала. Дорога, которая ведет к четырем садоводческим товариществам, не стоит на балансе муниципалитета. Ранее сочинский нацпарк неоднократно предупреждал, что этот участок дороги опасно расширять. Однако год назад председатели товариществ расширили ее за счет отвала грунта. По предварительной информации, именно это спровоцировало оползень. В мэрии отметили, что ширина дороги позволяет проехать легковым машинам, грузовому транспорту проезд не рекомендован. Также сообщается, что за сутки движение грунта не зафиксировано. Ситуация стабильная, ведется наблюдение. В новые квартиры жильцы дома на видовой 33 смогут переехать до конца года. А до этого времени им необходимо переселиться из аварийного во временное жилье. К концу года для нанимателей муниципальных квартир построят дом. А собственникам частных выплатят компенсации и помогут в приобретении жилья. Об этом рассказал заместитель главы города Сочи Сергей Рабилко на встрече с жильцами. Пятиэтажный дом номер 33 по улице Видовой был построен в 1972 году. В конце 2015 его признали аварийным. 47 квартир из 195 расселили в прошлом году. Остальных планируется переселить по региональной программе 2020-2021 года. Во время одной из проверок дома в начале февраля были обнаружены трещины в несущих конструкциях. Эксперты пришли к выводу, что дом опасен для проживания. За два года поеду в село Трещины уже прошло несколько сантиметров решение. То есть продолжается движение. То есть сами стены, то есть они продолжают разрушаться. Там уже есть признаки обознания, которые оказывают давление на фундаментные конструкции. В доме не расселены 148 квартир. 88 из них являются муниципальными. Жители этих квартир до конца года будут переселены на улицу 20-й горно-стрелковой дивизии. Дома там будет строить положительно, зарекомендовавший себя в городе застройщик. Что касается оставшихся 60 квартир, которые находятся в частной собственности, их владельцы смогут получить компенсацию за свое жилье. Квартиры в доме небольшие – 14-16 квадратных метров. Полученные деньги жильцы смогут вложить в новую квартиру. Вы получаете компенсацию и вносите ее как первоначальный взнос за полноценную квартиру – 28 квадратов. Остальные 14 квадратов предоставляются вам в уменьшенном размере за 50 тысяч рублей за квадрат в рассрочку на два года без процентов. Малоимущим на три. 50 тысяч – это нигде не найдет сейчас этот самый за квадратный метр. Мы пойдем, конечно, перейдем в это жилье и доплатим эти все деньги. Никто против этого, никто не будет. Я так думаю, и собственникам вообще никто против этого не будет. А пока комиссия объявила в доме режим локальной чрезвычайной ситуации. Жильцам предлагают переселение в пункты временного размещения. На выбор будем прорабатывать с каждой семьей, в зависимости от возраста, от семьи, у кого детки, у кого школы, у кого садик. Подобраны во всех районах города Сочи, куда мы можем переехать. Адлер, Хоста, Центр. Ну, Лазаревка – это далеко нам не подходит. На следующей неделе власти вновь проведут с жильцами встречу. Расскажут о механизмах получения новых квартир и ответят на вопросы. Участникам инвестфорума в Сочи компенсируют расходы на транспорт и проживание. Об этом сообщили организаторы форума. Напомню, российский инвестиционный форум в Сочи перенесли из-за угрозы распространения коронавируса. Форум должен был пройти с 12 по 14 февраля. Ожидалось не менее 8 тысяч участников, в том числе и из других стран. 3 февраля премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в правительстве России предложил перенести форум. Участники и гости, которые бронировали услуги проживания и транспортного обеспечения через сервисную службу фонда, смогут получить полную компенсацию расходов. Литмотивом экспозиции Краснодарского края должен был стать экспорт услуг. Сочи собирался представить семь проектов, которые позволили бы создать более 5 тысяч новых рабочих мест. На Кубани будет создан штаб по координации строительства объектов в рамках национальных проектов. Такое решение принял губернатор края по итогам селекторного совещания с вице-премьером страны Маратом Хуснулиным. Заместитель председателя правительства сегодня обсудил реализацию программ с главами регионов по видеосвязи. Он отметил, что к выполнению задач, поставленных президентом, необходимо приступать немедленно. Для этого будет создан координационный орган, который поможет оперативнее решать проблемы, возникающие в субъектах при строительстве федеральных, региональных и муниципальных объектов. Он будет работать в режиме штаба ежедневно. В свою очередь, как отметил Вениамин Кондратьев, на Кубани уже созданы рабочие группы, которые следят за выполнением каждого нацпроекта. Также, чтобы повысить эффективность реализации задач, поставленных президентом, сроки согласования правовых актов сокращены с 65 до 25 дней. Как сделать кубанский бизнес конкурентоспособным не только на внутреннем рынке, но и на зарубежных направлениях? Об этом шла речь на встрече Вениамина Кондратьева с участниками регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей. Губернатор обсудил с представителями бизнеса шаги, которые позволят выйти на уверенный экономический рост. Деловые круги за круглыми столами. Те, кого принято называть акулами бизнеса, пожалуй, в первый раз встречаются с губернатором в такой неформальной обстановке. Съезд Краевого отделения Российского союза промышленников и предпринимателей – площадка для открытого диалога. Многие собравшихся в этом зале – конкуренты, но сегодня они выступают единым фронтом. Именно бизнес играет важнейшую роль в реализации национальных проектов. Роль регионального бизнеса, реализация национальных проектов, успех реализации проектов зависит от правильной расстановки роли каждого участника. Власти не смогут реализовать национальные проекты без бизнеса, и бизнес не сможет эффективно участвовать в них без четких правил, идущих от чиновников и сопровождения всех этих проектов. Взаимодействие бизнеса и власти – это и есть залог успешного экономического будущего, смотреть в которое глава региона предложил уже сейчас. Создание высокотехнологичных производств и наращивание экспорта – то, на что сейчас ориентируются крупные предприятия. Как пример, Ильский нефтеперерабатывающий завод. В перспективе на него планируют поставлять почти 7 миллионов тонн сырья в год. Наше предприятие сейчас находится в активной фазе модернизации. Модернизация порядка 70 миллиардов рублей. И продлится это до 2024 года. Мы создаем примерно дополнительных тысячу рабочих мест. Завтра это будет, я уверен, гигант. Гигант. Вот и все. Вот и подходы. Разные подходы. И разные результаты, коллеги. Разные результаты. Риск. Деньги – миллиарды. Долларов. Долларов. Берут кредиты. Рискуют всем. Но понимают, что по-другому завтра ворваться в рынок невозможно. Все, что есть, поставили на кон. Но уверены в своей победе. Как их не поддержишь? Ну как, друзья? Поэтому я говорю, коллеги всем вам и им особенно, если любая повестка проблемная на федеральном уровне, быстрее о ней говорите и будем вместе. Вместе ломиться в те двери, которые даже наглухо закрыты. Вслед за нефтяниками вполне могут подтянуться и смежные отрасли. В задачах на этот год привлечь на Кубань 360 миллиардов рублей инвестиций и завершить 126 проектов. Поощрять регионы за грамотную инвестиционную политику решили в Государственной Думе. В первом чтении уже принят соответствующий законопроект. С этого года уже, с этого года, часть задолженности федеральному бюджету, вот если есть у регионов часть задолженности, вот эта часть задолженности, сейчас она определяется уже конкретно к алтарному чтению, это будет 5 или 10 процентов, будет оставляться в регионе, если будут продвигаться инвестиционные программы. Снижение долговой нагрузки вписывается в стратегию развития Краснодарского края до 2030 года, которая является ключевым ориентиром для работы администрации региона. Бизнес, в свою очередь, ждет шагов навстречу. Например, об актуальных вызовах, стоящих перед курортной отраслью региона, Вениамину Кондратьеву рассказал учредитель детского лагеря Валерий Дюмоев. По его словам, туристический поток на наше побережье сдерживает не качество сервиса, а высокие цены на авиабилеты. Наши услуги в Краснодарском крае не дороже, чем в Турции, даже на порядок дешевле. Но авиаперелет, который работает авиакомпания, туристическая компания, работает на Турцию, на заграницу, у них перелет очень низкая цена. Даже взять, к примеру, сравнить Москва-Краснодар 4000, Москва-Анапа 8. Динамика есть, возможность есть, рынок просит, рынок может развиваться, возможности рынка огромные, но проблема с авиаперелетом, который у нас сегодня есть, мы его никак не можем решить. Вопрос можно и нужно решать, в каком разрезе. Мы готовы пойти на субсидирование за счет краевого даже бюджета авиаперевозок для Анапы и Геленджика. Но дайте нам потенциально объем отдыхающих, которые вы должны привезти, привезти и в Анапу, в данном случае и Геленджик. То есть потенциально просчитайте, сколько вы можете привлечь, начиная с октября месяца, отдыхающих, примерно своими коллегами просчитайте, а мы тогда пойдем на субсидирование перевозок в эти осенне-зимние и ранне-весенние месяцы. По мнению предпринимателей, всю мировую экономику ждут не самые простые времена, потому бизнесы и местные власти заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. Коллеги, мы все вот сколько здесь сидим и много залов, и все разные, я уверен, по взглядам, по политическим оценкам. Но, коллеги, мы все с вами должны быть едины в одном – в результате. В результате он у нас один общий на всех. И отделить ваш результат, финансовый результат, прибыль ваших предприятий от финансового результата региона, от прибыли региона невозможно, потому что мы заинтересованы в целом в одном и том же. Вам нужен финансовый результат для того, чтобы вы уверенно и сегодня чувствовали себя, ваш бизнес и развивался. А нам, естественно, налоги, которые мы имеем, рабочие места – то же самое, только чуть-чуть с другого взгляда. Подобные встречи с бизнесменами губернатор предложил сделать регулярными для того, чтобы по горячим следам предметно обсуждать возникающие проблемы. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. Днем 7-9 градусов ниже нуля. Мэр Сочи поздравил научное сообщество города с Днем российской науки. Алексей Копайгородский вручил докторам и кандидатам наук почетные знаки, признание и почет сочинцев. На встречу с мэром пригласили представителей сочинских научно-исследовательских учреждений и вузов. Многие из присутствующих не одно десятилетие посвятили научным исследованиям. Среди них сотрудники институтов медицинской приматологии, цветоводства и субтропических культур, научно-исследовательского центра курортологии и реабилитации, сочинского нацпарка, кавказского государственного заповедника, отделения русского географического общества. Каждое из этих учреждений – ценнейший ресурс для нашего курорта. Кроме НИИ, научные работы проводят и наши высшие учебные заведения, которые в условиях консолидации смогут решать многие городские проблемы. Научная база для этого имеется обширная. Готовы оказать содействие по всем фронтам, оказывать помощь всестороннюю, помогать вам, вашим студентам, вашим организациям, вашим научным сотрудникам, которые переворачивают научный мир, потому что сейчас мы все нуждаемся в новых идеях, в перспективных планах развития для того, чтобы, конечно же, развивался наш курорт, конечно же, развивался наш Краснодарский край. Среди приглашенных на торжественное мероприятие в честь Дня российской науки – Татьяна Шаркова, кандидат биологических наук, преподаватель Сочинского института РУДН. Научной деятельностью занимается 15 лет. Из них большая часть посвящена изучению инфекционной патологии. Такое решение Татьяна приняла после вспышки в стране птичьего гриппа. Ситуация была серьезная, и если бы он получил возможность передаваться от человека к человеку, мы могли бы получить достаточно существенную вспышку. Остановить вспышку тогда удалось за счет того, что очень много было сделано, в кратчайшие сроки была разработана вакцина. Ученые очень плотно тогда работали, буквально в празднике перед Новым годом мы эксперимент тогда заканчивали. До сих пор публикуются статьи с новыми доработками тех данных. Всегда приятно получить признание, знать, что твою работу ценят, замечают. Представителей научного сообщества Сочи Алексей Копайгородский наградил знаками признания и почет сочинцев, а также за трудовые успехи на благо города Сочи. Названные самые популярные профессии прошлого года о итоге представил аналитический центр «Авиторабота». В исследование вошли запросы пользователей без разделения на соискателей и работодателей. Чаще всего россияне искали специальности водителя, электрика и грузчика. Также в топ-10 профессий по итогам года вошли сварщик, няня, разнорабочий, повар, уборщица, продавец и администратор. Сильнее всего вырос интерес к профессии грузчика. Россияне стали интересоваться ею на 17% чаще, чем годом ранее. Интерес россиян к профессии водителя остался на уровне прошлого года. В целом же жители страны стали интересоваться работой чаще. Количество соответствующих запросов выросло на 18% по сравнению с 2018 годом. Сочинцы смогут получить бесплатную правовую помощь. 21 февраля с 9 до 17 часов Государственное юридическое бюро Краснодарского края проводит для горожан День открытых дверей. Обратиться к специалистам с вопросами правового характера сочинцы могут по адресу Курочный проспект 53. Дополнительная информация по телефону 8 988 312 77 88. Мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 7 февраля 1945 года советские войска заняли более 30 населенных пунктов возле Кёнигсберга. Южнее Кёнигсберга наши войска в ходе ожесточенных боев захватили 24 крупных дота, уничтожили 28 танков, выбили фашистов из населенного пункта Лампаж. Стремительное наступление вызвало смятение среди гитлеровских начальников. Власти Берлина прибегали к крайним мерам. Некоторые чиновники были расстреляны с формулировкой «затрусость». В Белоруссии в это время восстанавливают строительные заводы. За короткий срок снова запущен Волковысский цементный завод. В Гомельской области начинают перестраивать крупный комбинат по изготовлению из местного сырья труб, плитки, красок. В Минске и ближайших к нему районах расширяются предприятия по выработке кирпича. В Гродно и Бобруйске производят деревянные детали. Начинается восстановление Львовского оперного театра. Уже в марте артисты планируют снова выйти на знаменитую сцену. Также в этот день, 7 февраля, родился герой Советского Союза Константин Феоктистов. Он стал первым гражданским человеком, совершившим полет к звездам. Но до этого в 16 лет отправился на фронт и стал разведчиком. В 1942 году, когда юноша выполнял очередное задание, его схватили. Фашисты приговорили парня к расстрелу и повели в лес. Но Константину повезло, он был ранен и упал, но остался жив. Дождавшись темноты, смог добраться до своих. Оправившись после ранения, Феоктистов поступил в Высшее техническое училище имени Баумана. Позже занимался проектированием кораблей «Восток», а также являлся ведущим разработчиком целого ряда важных проектов. Как только зашла речь о том, чтобы отправить в космос инженера, Феоктистов выдвинул свою кандидатуру. Вместе с Владимиром Комаровым и Борисом Егоровым он провел в космосе на первом аппарате серии «Восход» 24 часа 17 минут. За это время корабль, в создании которого участвовал сам инженер, успел облететь нашу планету 16 раз. В этот день родился еще один покоритель неба – советский авиаконструктор, академик Олег Антонов. В 1930 году, после окончания Ленинградского политеха, его направили в Москву. Когда завершилось строительство планерного завода «Втушино», Антонова назначили его главным конструктором. Здесь он создал более 30 типов планеров, часть из них строилась серийно, на некоторых были поставлены мировые рекорды. В годы Великой Отечественной Антонов наладил производство десантных планеров для снабжения партизан и много времени посвятил совершенствованию истребителя Як – одного из самых массовых самолетов войны. При этом Антонов не терял мечты о создании своего самолета для мирного неба. Самолет Ан-2 поднялся в небо в августе 1947 года, а через три года внедрен в производство, причем в нескольких модификациях. Он стал единственным в мире самолетом, который находился в серийном производстве более 50 лет, завоевав славу исключительно надежной машины. А еще в этот день ушел из жизни советский физик-академик Игорь Курчатов. Он открыл явление ядерной изомерии и искусственно-радиоактивных изотопов и построил теорию этого явления. Во время Великой Отечественной войны он разработал методы защиты кораблей от магнитных мин. В 1943 году Государственный комитет обороны принимает решение об организации лабораторий для изучения атомной энергии. Руководителем назначается Курчатов. Под его руководством созданы в 1944 году первый советский циклотрон, в 1949 и 1953 годах атомная и термоядерные бомбы. В 1954 построена первая в мире атомная электростанция. А будущие бойцы уже сегодня готовы помириться силами. В Адлере прошли соревнования среди допризывников «Юный защитник». Команды готовы? Внимание! Марш! Соревнования «Юный защитник» традиционно проходят в феврале. В это время все сочинские школы, спортивные клубы и секции участвуют в конкурсе оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Мы собираем ребят ежегодно для того, чтобы посмотреть, насколько они физически готовы, технически готовы, насколько они готовы уже к военной службе. Они знакомятся с противогазами, с автоматами, с каской, с бронежилетом, с инвентарем, с оборудованием, который нам предоставляет войсковая часть. Я считаю, что эти соревнования крайне важны. В условиях современной нестабильности в мире нам нужны защитники. Плюс спорт и военное дело не всегда вместе, идут рука облаку. И поэтому я считаю, что данные соревнования нужны и как для развития военного дела, так и для развития общей физической культуры человека. В этот раз в соревнованиях приняли участие 120 старшеклассников из 12 школ Адлерского района. Состязались в прыжках в длину, поднимании гири, сборке-разборке автомата, беге в бронежилете. Переносили условно раненого и даже собирали радиоприемник на время. Я очень рад, что у меня появилась возможность участвовать в таких соревнованиях. Они мне в дальнейшем очень хорошо помогут для армии. Подбирали самых достойных, которые умеют заниматься какими-то видами спорта, чтобы в дальнейшем определить их, как они будут себя проявлять в армии. Мы защищаем честь нашей школы и в дальнейшем, чтобы служить, было легче, как раз подготавливаемся. По итогам всех этапов команда, занявшая призовые места, были награждены кубками, грамотами и медалями. Галина Моисеева, Олег Кононов, телекомпания КТ. В Сочи появилось «Древо познания». Так называется выставка, которая сегодня открылась в художественном музее. Здесь работы двух московских художниц – Анны Серовой и Веры Куршуновой. Они представляют традиции двух старейших художественных учебных заведений Москвы. Анна Серова – выпускница Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова. Вера Куршунова – выпускница Московского художественного института имени Сурикова. «Древо познания» – их совместный проект. Авторов интересует вечно философский вопрос противостояния добра и зла. Ответ, по их мнению, скрыт в языке русской культуры. В произведениях художницы используют мотивы барельефов, соборов во Владимире и Юрьеве Польском, орнаменты древнерусского деревянного зодчества, цветовые сочетания, сюжеты народной росписи и фольклора. Проект задуман как передвижной и будет показан в ведущих музеях и выставочных залах России. В Сочи выставка будет открыта в режиме работы художественного музея до 8 марта. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Агабешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова